коллеги всем здрасте сегодня продолжим работать с проектом только факты я буду делать сущность notification и в частности нотификации я буду делать на базе медиатора то есть медиатор это вообще-то паттерн который называется посредник переводится а медиатор это сборка которая реализует этот собственно говоря паттерн и вот сегодня будем про него немножечко говорить поподробнее вы просите побольше простой информации я постараюсь это сделать так поехали и так что такое медиатор по словам автора джимми богарт автор этой сборки в том числе и сборки которая называется автомапер ну так как для информации так джимми богарт говорит что медиатор это простая реализация паттерна посредник на платформе dotnet это обмен сообщениями без каких-либо зависимостей это поддержка запросов ответов команд запросов и уведомлений уведомлений событий синхронных синхронных в общем достаточно мощная такая штука которая подразумевает собой буквально там 2 3 5 может быть понятий которые нужно точно понимать и знать как это использовать и так давайте по порядку ну во первых медиатор это nugget пакет который можно установить который основной это медиатор вот он стрелочка обозначенный второй это для dependency injection непосредственно для sp.net core собственно говоря регистрация происходит вот на второй картинке давайте я вот таким вот образом покажу вот это регистрация медиатора ну а дальше все как обычно и в общем у вас есть возможность теперь создавать в общем там реквесты реквест хендлеры и давайте по порядку смотрите рекой будем считать что реквест это запрос и есть ай реквест это реализация в этом в этой пачке которая называется в этой сборке который называется медиатор и ай реквест хендлеру грубо говоря вас есть запрос, и у вас есть перехватчик запроса. И, собственно говоря, вот эта пара, они между собой сцеплены, и где бы вы и откуда вы бы не вызвали этот самый реквест, точно знайте, что перехватчик вот этот его поймает, ну, при условии, конечно, правильной регистрации, и отработает его. В общем, есть еще такое понятие, как notification и notification handler, который работает по такому же принципу, но чуть-чуть побольше, я про это расскажу чуть-чуть дальше, потому что принцип немножко меняется. Итак, есть буквально четыре, да, самых основных понятия, request, request handler, notification, notification handler, которые работают примерно по такому способу. Итак, у нас есть запрос и перехватчик, я его называю, то есть request, request handler, и вот на первом, вот здесь вот, да, у нас есть iRequest, который должен вернуть стринг, и этот request называется ping. И также у нас есть requestHandler, который тоже имеет тип, который он вернет, называется стринг, и сам хендлер, который является реализацией iRequest. Другими словами, когда вы создаете request, вы должны засунуть его в requestHandler. Таким образом, получается, request у нас называется ping, а requestHandler называется, соответственно, pingHandler. По-моему, все просто. Ну и как только вы подставите вот этот метод, который называется iRequestHandler, у вас система заставит реализовать вот этот метод, который называется handle. Ну и, в общем, сюда отдаст вам этот самый request, который, собственно говоря, вот этот вот и есть. И здесь вы можете создать и дополнительные параметры, и какие-то проверки, и, в общем-то, собственно говоря, у вас на обработке вот этого метода Handler может доступ иметься к этому request. На самом деле все просто. И таким образом, для того, чтобы вызвать вот эту вот всю картинку, вам нужно всего лишь навсего инжектить iMediator в контроллеры, ну, в конструктор, вернее, да, в конструктор контроллера или метода, или какого-то другого, в конце концов, хендлера, который, собственно, может вызвать вот этот вот new ping из любого места вашей системы и точно на выходе, так как мы знаем, что мы запросили на предыдущем ролике, давайте я вам покажу, мы запросили string, то есть вот этот вот string запросили, то, соответственно, вот этот вот отработка этого метода Mediator.sendPing вернет как раз вот сюда вот этот string. Ну, и, в общем, если сводиться к тому, что у нас request всегда получает, в общем-то, request-хендлер какую-то связку, то другую реализацию, собственно говоря, и другими способами. Возможно, допустим, вы сделали несколько реализаций request-хендлеров, и тут возникает вопрос, какой же перехватчик перехватит, в общем-то, этот самый request. Ну, ответ простой, последний, зарегистрированный вот в том самом месте, который называется AdMediator, да, то есть там через ReflexU находятся все хендлеры, они прописываются в системе Dependency Injection, и, ну, грубо говоря, да, я не буду вдаваться в подробности, и последний, зарегистрированным в этой системе, будет являться обработчиком для этого реквеста. Все остальные хендлеры будут игнорироваться, это важно понимать. Ну, и есть еще такое понятие, как нотификации, то есть, класс уже тут базовый является notification и iNotificationHandler. Принцип такой, что у вас есть notification, который называется ping, то есть реализация iNotification, и вы должны подставить его и iNotificationHandler, чтобы хендлер знал, какой он notification должен перехватить. По образу и подобию создаем здесь уже на самом деле два ping, то есть, так называемый pong, один, это примеры сайта официального, то есть, медиатора, здесь создаются два pong, вы можете создать два, три, пять, семнадцать, ну, в общем, там, в зависимости от того, насколько производительна ваша система, и таким образом, также они будут найдены системой регистрации, то есть, системой, зарегистрируют их в dependency container, и получится, что у вас на один ping теоретически должно вызваться два pong. И, другими словами, еще раз повторюсь, если у вас есть какая-то реализация iNotification, и вы вызываете через mediator.publish, то есть, это другой принцип отправки, send, это как бы отправка в точечную, то есть, одному получателю, а publish, это как бы публикация всем, то есть, кто подписан, тот получит. И таким образом, если у вас две, три, там, пять нитификаций зарегистрированы в системе, то, собственно говоря, они все получат этот самый ping. Ну, и следует упомянуть, что в этой сборке Mediator существуют еще другие всякие разные полезные фишечки, очень вкусные, на самом деле, ну, вкусные в кавычках, опять же, которые позволяют реализовать достаточно интересный функционал. Ну, например, есть такая штука, которая называется iPipelineLoginBehaviour, то есть, этот интерфейс позволяет зарегистрировать, ну, так называемый шаг, да, то есть, в какой-то цепочке шагов. Ну, например, у вас есть реквест какой-то и какой-то респонс, то есть, какого-то типа, ну, например, те же самые ping и pong. Так вот, система позволяет реализовать вот этот вот самый behavior по определенному принципу. Так как вот этот же так называемый behavior будет зарегистрирован в системе, его, кстати, нужно регистрировать отдельно, то в процессе выполнения каждого из pong, то есть, из ping, да, которые показаны на предыдущих слайдах, система сделает следующее. Она перед тем, как, смотрите, опять же, есть такая штука, которая называется handler, и в этом самом handler есть тот самый request. И, в общем, получается, что вот здесь есть request handler delegate, что это такое? В общем, если говорить про вот этот вот pipeline, да, который вот здесь вот реализован, то суть сводится к тому, что перед тем, как отправить pong, то есть, реально вызвать это событие, система запишет вот эту строчку, то есть, handling, то есть, перехватываем событие какое-то, там, перехватываем какой-то ping, например, да, и потом она его вот в этой строчке реально вызовет и потом выдает сообщение о том, что это событие было вызвано. То есть, таким образом, вот система вот этих request-ов и request-хендлеров или notification и notification-хендлеров, соответственно, тут, собственно говоря, не важно, кто будет этот response-notification или, собственно говоря, хендлер. В смысле, notification-хендлер или request-хендлер, вот так вот правильно будет сказать. Поэтому получается, что ваши вот эти вызовы, они могут объединяться в цепочке, в последовательности, обрабатываться до и после вызова, соответственно, вы получите более гибкую управляемость вот этими самыми запросами, строить достаточно серьезные пайплайны, так называемые, ну, то есть, в вашей бизнес-логике. И это, на самом деле, дает большие преимущества по отношению того и с тем, что да, это дополнительная прослойка, да, она требует разработки, да, она требует достаточное количество ресурсов, хотя, надо сказать, что незначительные ресурсы, то есть, те ресурсы, которые он берет, этот медиатор, он на самом деле окупается тем, какой функционал привносится в систему. Гибкость просто обалденная, просто, ну, поверьте опыту, в общем, поехали дальше. Ну, и, в общем, переходя к фактам, к только фактам, да, к проекту только факты, мы, я немножко изменил описание, и, в общем, на самом деле, показать хочу вот эту вот штуку, то есть, вот, упс, неправильно, вот это вот я хочу за сегодня сделать и показать, то есть, что это такое? у меня в системе есть штука, которая называется, то есть, будет, да, Error Notification или Feedback Notification, Feedback Notification, ну, чтобы начать с простого, это когда пользователь заходит на страницу отправки, там, сообщения, там, фидбэк какой-то, да, там, обратная связь, и вместо того, чтобы напрямую отправлять мне e-mail, да, то есть, через реализацию iEmail Service, например, просто складывает это сообщение, то есть, этот notification в таблицу notifications, а сервис, который упомянут чуть-чуть ниже в этом описании, на странице GitHub, вы можете это почитать, он потом, через какое-то время, очень маленькое время, минуту, две, три, возьмет все неотправленные сообщения и отправит. Так вот, у меня на сайте может случиться фидбэк, какой-то ивент, да, то есть, получение вот этого самого сообщения от пользователя или какой-то error, например, ну что, собственно говоря, тоже бывает. И так вот, чтобы сразу не отправлять администратору уведомление о том, что вы получили мыло или у вас там есть какой-то error на сайте, я буду все нотификации складывать в таблицу notification, но я буду их складывать таким своеобразным образом, использовать этот медиатор, чтобы такая система логирования получается. Она немножко, с одной стороны, надуманная, но с другой стороны, в более серьезных, больших проектах она будет такая, ну, в общем, палочка-выручалочка, если честно. Таким образом, получается, что у меня есть какой-то базовый, ну вот, в данном случае это будет базовый notification и базовый notification handler base, да, то есть у меня как бы notification будет всегда получать один, хотя, тем не менее, я могу сделать несколько подписчиков на этот notification и, в общем, реализация будет i-notification от этой самой сборки, которая называется медиатор. Возможно, я сейчас говорю более как-то сумбурно, да, но, тем не менее, в процессе реализации все будет вставать на свои места и вы поймете, что я имел в виду и как это будет сделано. Ну, а перед тем, как, ну, давайте я немножечко расскажу, что мы делаем. Опять же, кратенько там несколько слайдов, чтобы, ну, чтобы, чтобы напомнить, что мы делаем. Ну, так, если кратко, есть jfag.ru, который очень старый, его нужно переписать на новую, современную платформу SPD.NET Core. Есть факты, есть теги, они связаны многие ко многим. Я хочу затронуть важные аспекты, некоторые современные подходы, в общем, функционал описан на сайте, ну, в общем, вот такое вот приложение будем писать и, в общем, вместе, не скрывая никаких деталей по реализации. Итак, только факты, практическая часть, что в этой части будем делать, ну, в общем-то, мы будем делать вот эту вот штуку, я надеюсь, за сегодня это все успеть. Что это такое? Итак, еще раз, есть понятие логирования, и такое понятие, оно может иметь несколько вариантов реализации. Например, если у вас большая система и много логов всыпается в одну пачку, например, вы используете ELK, стек или, я не знаю, кавку, да, сервер, который логирует с микросервисов, все это хорошо, когда у вас много сервисов, много логов, да, это правильно, это нормально, есть и другие варианты, но не про это я сейчас хочу сказать, а про то, что у меня достаточно простой сайт, у меня простая реализация, и, в общем-то, такое понятие, как логирование для моего сайта, ну, в общем-то, на мой взгляд, бессмысленно. Самое простое, это при совершении каких-то событий на сайте, я хочу получить о них уведомления, и это уведомление хочу получить на электронную почту, в общем-то, этим-то я и буду заниматься. Итак, у меня есть понятие feedback notification и error notification, feedback, как я сказал уже ранее, это отправка сообщения пользователям, посетителям сайта через форму обратной связи, а error notification, это что-то плохое в программе случилось, и, в общем, нужно это отправить мне, как администратору, как хозяину, как владельцу. Для того, чтобы это не отправлять напрямую, ну, например, чтобы не потерялось мыло, или там сервер недоступен, или еще что-то, охранить на сайте, и потом в удобный для меня момент я смогу эту идентификацию убить, мне нужно этот функционал реализовать. Итак, для того, чтобы это все сохранить, теоретически, я могу просто тупо записывать в базу данных, давайте переключимся на сайт, посмотрим, какие у меня тут сущности есть. Да, сущность notification уже есть, и она хранится в базе данных, да, она хранится в базе данных, сейчас посмотрим, нет, она еще не хранится в базе данных, я вас обманул. Давайте положим ее в базе данных для начала, это будет notification, вот, и, соответственно, название будет notifications, вот, так, что у меня еще здесь, notification, факты, так, да, вот они, три сущности. Ну, и, в общем, складывать это можно по простому принципу, так же, как я использовал репозиторий, но я не хочу это делать каждый раз, потому что, так или иначе, у меня будут предопределенные значения заполняться, и подставлять какая-то часть там, ну, вот, ну, то есть, что отправлено с сайта, пользователям, это как бы все, а текст сообщения, это как бы можно в переменную вынести, и это, собственно говоря, я собираюсь сделать. Итак, для начала, ну, давайте я создам папку, так, я получил последнее, да, я получил последнее, вот изменения, которые я сделал, собственно, тут речь шла о том, что можно начинать тряпать страницы, но я подумал, что для того, чтобы, если вдруг какие-то ошибки вдруг появились, систему вот этих ошибок лучше складывать, естественно, в базу данных, то есть, систематизировать управление вот этими ошибками, и уже, чтобы можно было начать разработку, если вдруг что-то случится, можно было увидеть, что. Ну, и это мне теперь больше не нужно, давайте вернемся сюда. Итак, у меня, для начала я давайте создам папку, назову его, назову ее медиатор, ну, в общем, это привычка, на самом деле, вы можете поступать так, как вам больше всего нравится, и смотрите, ну, для примера, да, вот у меня сейчас нету никаких других контроллеров, кроме контроллера, который называется сайт, и здесь я буду явно, допустим, на этой странице сохранять фидбэк, какой-нибудь месседж, а вот на это просто error message, не знаю, ну, это потом, пока давайте создадим. Итак, у меня давайте я назову месседж, да, если мы говорим про месседжен, то есть, ну, notification, это как бы звучит плохо, поэтому message notification, почему message, потому что это будет базовая какая-то структура, message notification, или знаете, наверное, я вас обманул, давайте я назову notification base, если она, конечно, не совпадает ни с одной из другой классов, ну, во-первых, я хочу его сделать абстрактным, то есть, он у меня будет обязательно от чего-то унаследован, то есть, от него будет кто-то унаследован, чтобы здесь реализовать базовый функционал. и теперь, что касается того самого i-notification, конечно же, у меня его еще нету, поэтому мне нужно его установить, и делается это очень просто, но здесь некоторые нюансы есть. Смотрите, есть сборка, которая называется медиатор, и есть сборка, которую я себе, ну, давайте покажу медиатор, странно, вот, сборка медиатор, это, собственно говоря, тот самый ассембли, который подключает в регистрацию в dependency injection, о, у меня есть обновление, давайте обновим, настоятельно вам рекомендую делать то же самое, ну, в общем, а, ну, ладно, это, в принципе, мелочи, но я все равно обновлю. Так вот, у меня здесь своя собственная сборка, которая называется колобонга. . isp.net core controllers, и суть сводится к тому, что я, внутри этой сборки, использовал тот же самый медиатор, и, там, сделал некоторые доработки, по части, враппинга, то есть, обертки, возвращаемого результата, то есть, там есть operation result handler, ну, вот такие вот штуки, если не хотите использовать мою сборку, используйте просто медиатор, принцип от этого не меняется. И, во, она у меня уже, ой, я ее нечаянно удалил, давайте ее заново поставлю. Она, оказывается, у меня уже установлена. Да. И, наверное, я воспользуюсь последней реализацией, которая уже не содержит некоторых ненужностей, в общем-то, вот, у меня есть реализация 3.0, там вырезаны все какие-то дополнительные обработки реализации, она сейчас чистенькая, в общем, в общем, как говорят, я настоятельно рекомендую. Итак, мне нужно теперь, для начала давайте я вот так сделаю. У меня есть файл, который называется старт стартап, и, видимо, раз я уже свою сборку подключил, когда-то, да, вот, смотрите, у меня есть, нет, это автомаппер, я вас хочу обмануть, получается. Ну, в общем, регистрация, она происходит примерно по такому принципу, как и автомаппер, да, то есть, даже тут-то вот не требуется асембли, и, а вот тут, если говорить про add mediator, вот, то есть, можно его подключить, но и так как я использую свою сборку, которую использует mediator, я буду писать command inquiries, да, вот, вот таким вот образом она у меня регистрируется, давайте проверим, что других регистраций нет, да, он один, в общем, теперь моя сборка установлена, я еще раз проверю, что она действительно установлена, callabongo, да, вот она, beta, все отлично установлено, так, давайте это все позакрываем, вернемся к mediator, вот этот, notification base, ну, во-первых, давайте я переименую, чтобы он назывался соответственно с тем, что у меня есть, и здесь я сделаю i-notification, почему notification, потому что этот notification, да, у меня будут события, то есть, нотификации, которые, например, feedback notification, да, если я сделаю это не нотификация, а request, то у меня получатель будет один, как было сказано в видео ранее, а если я сделаю эту нотификацию, то у меня может быть несколько подписчиков, в том числе, я могу отправить мыло, почистить логи, ну, в общем, понимаете, да, что несколько перехватчиков, соответственно, несколько пайплайнов, вклинивания, да, в этот пайплайн, вернее, и поэтому, в общем-то, base notification, и, в общем, нужно определиться с тем, что у меня есть, какие свойства в этом notification, ну, и здесь, наверное, было бы правильно сделать примерно вот так, то есть, это то, что будет непосредственно заполняться для того, чтобы сохраниться в базу данных, ага, и мне теперь здесь потребуется, в общем-то, потребуется заполнить все вот эти поля, ну, я наверняка, давайте я буду заполнять все в конструкторе, который у меня, естественно, будет protected, и здесь скажу, string, subject, это будет название, давайте я прям вот так вот сразу буду инициализировать, string, content, и это будет у меня контент, еще мне потребуется, так, из complete, это у меня, соответственно, будет false, по умолчанию, адрес, to, то есть, так, это, во-первых, будет string, я сейчас все объясню, попытаюсь, во всяком случае, объяснить, так, это что у меня будет, куда отправка, дальше мне потребуется, string, address, from, давайте вот так его сделаем, еще раз, вот так вот, и на самом деле, пока, наверное, ну, давайте я еще одну штуку добавлю, которая называется, exception, пусть она будет nullable, и, соответственно, exception, зачем я это сделал, ну, на самом деле, я буду отправлять мне, на почту, сам себе, только текст этого exception, но, тем не менее, полный текст можно, собственно говоря, хранить, так, nullable, у меня, видимо, не включен, да, давайте включим эту штуку, в этом проекте, и скажем, что у нас теперь, nullable, true, ну, то есть, теперь у меня, последняя версия, вот этого, C-Sharp, который называется, номер 9, и теперь у меня здесь, давайте, ну, или вот так, она, собственно говоря, сейчас должна сделать, то же самое, давайте проверим, да, она это включила, в общем, у меня теперь используется, девятая версия, C-Sharp, вот, вопросик, теперь обозначает, что exception, это может быть, null, и мы, по умолчанию, скажем, что она равна, null, вот так, итак, первая часть, вот этого самого, базового, нотификации, она, в общем-то, готова, так, давайте, для начала, уберем, вот эти вот, сеттеры, потому, что они не нужны, не, так, не хочет пачкой, давайте, удалим, так, из complete, у нас, будет, такой, в общем-то, я-то, я-то, вот здесь ставить не буду, давайте, complete отсюда, уберем, это уже после обработки, отправки мыла, дальше, вот так вот, то есть, таким образом, у меня базовый класс, который будет, от которого буду себе, наследоваться, уже готов, и давайте, я тогда создам, следующий класс, а давайте, прям, вот так вот, alt, enter, create, derived, type, и я назову его, ну, пусть будет, error, notification, и теперь, мне нужно, имплементировать, и, в общем, зачем я это сделал, смотрите, у меня, error, notification, у меня же ошибки, могут быть разные, теоретически, я могу, этот класс, тоже сделать, абстрактный, и уже сделать, конкретные ошибки, not found, error, notification, или там, 404, да, или, например, там, database, exception, какой-нибудь, notification, и переопределить, вот эти вот, значения, да, и просто, вписать их сюда, чтобы каждый раз, не создавать, а просто, ну, давайте, я пока этого делать не буду, я буду все, экзепшены, под одним, соусом, так сказать, подавать, ну, и, мне для этого, потребуется, еще, сюда, сделать еще один класс, дополнительно, который будет называться, ну, так и назовем, feed, back, notification, конечно же, имплемент все, и, конечно же, to public, ну, и это я обычно переношу на новую строчку, таким образом, у меня получилось, два тип сообщений, которые называются, feedback, error, error, ну, то есть, такая обобщенная ошибка, хотя можно и дальше это все, как бы, раздувать инфраструктуру, но я пока этого делать не буду, давайте, я сейчас делаю, и, простому, и вынесу это в отдельный класс, и здесь у меня еще что-то осталось, а, нет, вот они все, нет, не все, feedback, да, все вынесены, и, таким образом, получается, если у меня есть, i-notification, мне нужно реализовать еще и, в общем-то, i-notification, i-notification-handler, ну, и, давайте, тогда я здесь обычно делаю, так вот, base, и, по этой, вот, базовый переношу сюда, здесь мне нужно написать, теперь, base, и, получается, что мне теперь нужно еще сделать, вот, самый handler, который будет перехватывать эти сообщения, ну, надо понимать, что, вот, медиатор, он по такому специфическому принципу работает, что каждому handler нужен request, то есть, тип request, который он вызывает, поэтому, ну, давайте я сделаю вот таким вот образом, прям, покажу, как это можно сделать, здесь нам нужен handler, и он принимает параметр t, то есть, он должен быть у нас, базовым, но, суть сводится к тому, что он не просто должен быть базовым, а он еще должен иметь какой-то тип специальный, и как раз этот тип будет у нас notification base, вот, вот так вот это примерно для начала делается, ну, а дальше мне нужно сделать регистрацию, давайте имплементацию напишем чуть позже, а для конкретного, вот, например, вот тут нужно, кстати, поправить, вот таким образом, и здесь, видимо, то же самое после переноса, да, например, если у меня есть error handler, мне нужно сделать для него, ну, как вы понимаете, реализацию вот этого iNotificationHandler, и если мы говорим про базовую, то она должна сделаться, давайте я вот это вынесу в отдельный класс, нет, давайте я его, так, это у меня, notificationHandler, во-первых, base, вот, и теперь я хочу вынести в отдельный класс, пусть он лежит тоже в папке base, отлично, реализацию напишем чуть позже, ну, и, в общем-то, теперь для того, чтобы мне сделать handler, вот для этого, который унаследован от того, я сделаю, ну, я обычно делаю вот таким вот способом, здесь дописываю, естественно, handler, а реализация у меня уже будет вот таким вот образом, и, как вы понимаете, здесь у меня будет Error Notification, вот так вот, и здесь мне остается только сделать базовую, так, у меня здесь F12, у меня здесь нет, ну, вообще, на самом деле, нужно подумать о том, что, да, наверное, будет правильным сделать следующее, ну, во-первых, я все-таки сюда прокину логер, который будет у меня, вот так вот подписан, и я хочу прокинуть логер, который все-таки будет кое-что записывать в базу данных, помимо этого, то есть в логе, да, я почему про базу данных сказал, потому что я сюда буду прокидывать IUnit of Work, ну, это вот сборка, которую я уже как-то поставил в предыдущих видео, и это как раз у меня то место, где обработка будет сохранять в базу данных, вот это самый notification, вот этот самый message, который я хочу в одном месте, вот здесь вот эту вот всю обработку сделать, а потом просто раскидывать эти события, и они уже дальше будут сами сохраняться в базу данных, и таким образом получается, что мне здесь нужно еще добавить вот эту реализацию, и, в общем-то, вот это будет полная реализация моего Error Handler, допустим, если я захочу сделать какой-нибудь другой notification, ну, для примера чисто, да, вот так вот покажу, я захотел сделать, ну, какой-нибудь, ну, я не знаю, что-нибудь там, getPagedFactNotification, ну, то есть, когда у меня взялась нотификация, то есть, когда у меня выполнится запрос, получение постранично, ну, вот такой, да, и, соответственно, у меня есть notification, а хейдлер у него, для него будет выглядеть, ну, в общем-то, тоже очень просто, да, вот так вот, давайте я тоже покажу, public, класс, ну, вообще, я, конечно, не так делаю, давайте сделаю, как обычно, потому что так быстрее, да, вот здесь я дописываю хейдлер, а здесь я делаю его наследником от NotificationBase, вот это вот все удаляю, и здесь делаю AltEnter, и, в общем, вот у меня, то есть, я таких нотификаций могу нафигачить, прошу прощения за жаргон, сколько мне угодно, а дальше вы увидите, как это будет работать, ну, на примере двух описанных выше, ну, и, соответственно, раз у меня здесь есть фидбэк, давайте я здесь делаю то же самое, что делал и раньше, Handler, и здесь NotificationHandlerBase, соответственно, FeedbackNotification, AltEnter, хочу, AltEnter, применить, в общем, вот такая вот регистрация, то есть, таким образом, для Feedback, опс, для FeedbackNotification, есть FeedbackNotificationHandler, у этого есть реализация, как вы видите, iNotification, и, соответственно, у этого есть реализация, iNotificationHandler, таким образом, вот в этой вот обработке, у меня будет сохраняться базу данных, все сущности, все запросы, типа Notification, и сохранять в таблице, соответственно, Notifications. и давайте сделаем здесь, эту самую реализацию, для начала, это должно быть у нас protected, логер нужно тоже создать, я для него покажу, как экстеншены делать, я уже в каком-то из видео это показывал, покажу еще раз, и так, это у меня returnly, returnly, ну и, в общем-то, здесь осталось что, ну, во-первых, мне нужно, ну, давайте так сделаем, репозиторий, да, пусть будет просто репозиторий, потому что у меня здесь других репозиторий, не будет, поэтому это будет unit of work get repository, это будет тот самый Notification, который лежит у меня в дате, и, в общем, так, ну, во-первых, у меня здесь будет какое-то сохранение, то есть, во-первых, мне нужно var new, нет, давайте так, Notification равно new Notification, это то, что я буду сохранять, давайте я тогда сюда добавлю, что я буду сохранять, пусть у меня здесь будет конструктор, который я вот так вот сделаю, subject будет у меня, ну, не получается, да, давайте так сделаем, string subject, и это будет readonly, дальше, мне нужно string, соответственно, контент, это будет то же самое, пусть будет контент, здесь string address from, так же, запятая, string, адрес, to, alt, enter, адрес, token, lkd, так, что у меня еще здесь, isComplete, по умолчанию, у меня при создании будет, isComplete равен false, ну, хотя она и так задается по умолчанию, ну, в общем, вот так вот, да, и теперь здесь я могу, из той нотификации, которая ко мне пришла, то есть вот этот самый request, ой, в смысле, notification, да, я могу из него взять вот эти значения, которые ко мне приходят, так, notification base у нас есть, subject, content, string, да, все есть, и даже вот такая штука есть, вот он notification, и, соответственно, мне нужно здесь, так, давайте пока вот так сделаем, у меня конструктора по умолчанию нету, поэтому мне нужно сюда заполнить все значения, и так, мне сюда нужно, subject, subject у меня лежит, notification.subject, subject, и почему-то я его не вижу, ну, наверное, потому что у меня совпадают названия, давайте entity, вот так вот сделаем, да, она сейчас должна его видеть, да, увидела, и, соответственно, здесь у меня должен быть subject, и notification address from, и notification address to, так у меня создается entity, да, entity, надо переименовать в entity, и теперь у меня еще есть одна штука, которая есть, ну, давайте так, в общих чертах, да, то есть мне теперь нужно репозиторий, грубо говоря, add, ну, вернее, insert, этот самый entity, и, конечно же, она должна быть await, ой, в смысле, да, await, и, это должен быть и sync, и после того, как я сделал, да, мне сюда еще нужно cancellation token добавить, вот, и теперь я могу сделать unit of work, так, unit of work, save change, тоже await, точка с запятой, и здесь проверить, есть ли unit of work, last save change, нет, last save change result is, нет, окей, то есть не получилось сохранить, так, скобок много, тогда я хочу сказать логеру, запиши какой-нибудь, database saving error, вот какой-нибудь, вот такой вот, и давайте этот database saving error extension создадим, соответственно, он будет находиться в папке extensions, но здесь будет логер extension, это будет класс, и у меня здесь есть такой helper, который вот таким вот образом, вот таким вот образом, и мне здесь нужно создать, то есть идентификатор, да, ну пусть это будет, допустим, вот, вот такой вот номер, ну нет, давай, 8000, а мы там делали, в, 7004, пусть будет 7004, а дальше будет, раз, два, три, один, ну, вот просто вот такой номер, вы, в общем-то, сможете выбрать такой, какой вам потребуется, и так, что это, я где-то уже на канале снимал видео, как логировать в ISP.NET Core, это я использую, это удобно, в общем, чего я, собственно говоря, и вам советую, и так, database saving error, здесь у меня будет информация, о том, что я пытался сохранить, это значит, так, здесь у меня, во-первых, не local name, а должен быть, какой-нибудь entity name, control v, control v, control v, вот так вот, это будет мне говорить о том, какую я сохранял сущность, а вот здесь я буду говорить, exception, он будет nullable, и сюда я его, а зачем, мне он тогда не nullable, если exception, был, а, хотя может быть, exception, который был, какой-то другой, да, то есть, стринговый, я тогда вот так вот скажу, чтобы у меня здесь был, exception, вот такой, и по умолчанию будет равен null, то есть, может быть, я просто строчку передам, и database and heroes, сюда я подставлю entity name, и так, entity name, и вот здесь вот будет, собственно говоря, у нас event exception сохранит, таким образом получается, что вот такая штука у меня здесь уже вышла, и сюда я должен указать entity name, ну, у меня name здесь notification, name of notification, и, в общем, наверное, мне сюда нужно еще передать exception, который был в unit, нет, unit last save change result exception, вот, ну, и, в общем, здесь тогда мне нужно сделать return, потому что мне тут дальше было делать нечего, в противном случае я хочу, чтобы логер, ну, пусть он тоже сохранить какое-то сообщение, там, пусть будет notification edit, ну, вот как-то вот так, да, и, соответственно, чтобы оно у меня сохранилось, мне нужно сюда что-то передать, и я тогда, наверное, сюда передам notification, ну, пусть будет subject, этого, думаю, достаточно, и теперь снова создам новый, экзеп, ой, новый лог-эвент, у меня опять же есть вот такой вот event log, сюда control-v, событие номер 74002, они должны быть уникальными, название будет, ну, пусть будет subject, вот, и здесь у меня теперь вот эту штуку, нужно перейти в другой класс, статичный, кстати, это можно уже не делать сюда, новый язык, новая версия языка C-sharp позволяет этого не делать, и таким образом мне нужно сюда написать, new notification, notification created, вот таким вот образом, и получается, что мне здесь нужно единственное, что еще обработать, ну, смотрите, во-первых, давайте сделаем var, string builder, равно new string builder, ну, чтобы правильно собрать строку, которая пойдет, вот, в нотификацию, смотрите, я здесь поставил subject, subject, а мне сюда нужно поставить контент, я тогда отсюда, контент, вот так вот вынесу, давайте тогда вот так вот, string builder, to string, а теперь мне этот, в общем-то, string builder нужно наполнить, итак, первое, если у меня в notification, есть exception, то, что он, is not null, то есть, что я вот добавил, тогда мне нужно в string builder, добавить строчку, давайте я line добавлю, этот самый, exception, он, на самом деле, очень большой, я вот его весь не хочу пихать, я, наверное, сделаю, вот так вот, notification, exception, message, я добавлю еще одну строчку, inner exception, ну, опять же, если он есть, ой, я не там поставил вопрос, вот так вот, если он есть, if notification, exception, inner exception, is not null, тогда я добавлю и его, в противном случае, мне нужно добавить еще, string, давайте я скопирую так вот, строчку и добавлю сюда, base exception, message, ну, так тоже бывает, что пригодится, и, в крайнем случае, я могу, наверное, string builder, давайте опять же, скопируем, я сделаю на всякий пожарный, exception, так, 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 stack trace, вот так вот, ну, и понятно, мне нужно для начала, ну, то есть, мне сюда нужно добавить, еще не только, exception, да, но и, наверное, это есть у меня, exception, нужно сюда добавить, так вот, string builder, append line, я сделаю еще сюда, notification, ну, смотрите, здесь можно, конечно, все параметры сюда, запендюрить, но, я только в exception, давайте я не буду этого делать, так, у меня только exception наполняется, и, вот, string builder, сюда пойдет контент, а вот сюда, у меня здесь есть, так, сейчас проверим, вот он, notification, ага, у меня здесь, контент, я просто добавлю контенту, то есть, если у меня есть, контент, я тогда вот сюда сделаю, вот таким образом, string builder, append line, это будет, это будет, notification content, то есть, другими словами, если у меня, пришел, notification, и там есть, контент, вернее, он должен быть всегда, я его добавляю, а если есть еще exception, то я выбираю, некоторые свойства, запихиваю, string builder, на выходе, у меня всегда есть, контент, плюс, если есть exception, ну вот, как-то вот так, это все получается, опять же, я так вот, ну, как бы, чтобы быстрее показать, все это возможно, потом еще и за рефакторить, если хотите, упростить, ну, и вот как-то примерно так, да, то есть, другими словами, метод написан, ну, хотя, конечно, можно exception, сериализовать в JSON, запихнуть его в notification, но так как у меня, notification, по-моему, имеет ограничение, контент, сейчас посмотрим, да, он ограничен, что-то у меня их два, на самом деле, вау, давайте я его отсюда удалю, это, конечно, не важно, она все равно возьмет последнюю настройку, так, это индекс, ну, вот индекс, ну, ладно, бог с ним, и так, есть реализация, вот этого самого метода, который может взять, любой из notification, и закинуть их в таблицу notification, теперь, для того, чтобы это реально начало работать, нужно сделать следующее, ну, во-первых, надо вот этот вот, error привести к error, а feedback привести к feedback, и что я имею ввиду под этим, ну, давайте по порядку разбираться, например, с feedback, для начала давайте позакрываем все лишнее, и вот я, что имею ввиду, смотрите, вот эти параметры, так или иначе, для feedback будут, ну, одни и те же, другими словами, я могу, только, при feedback, и, контент сюда получать, потому что, я точно буду знать, что контент, контент, который отправил пользователь, может меняться, address to, у меня это мой, админский адрес, address from, это адрес сайта, exception, ну, есть или нет, да, кстати, надо посмотреть, смотрите, я сделал extension, здесь, по-моему, я забыл поменять, да, смотрите, здесь edit, это notification, а error, это, соответственно, должен быть error, ну, чтобы он просто помечался другим цветом, и раз у меня здесь уже, вот, вот такая вот штука начинается, да, то есть, я могу здесь указать, что, ну, давайте прямо так по порядку будем указывать, это у меня feedback, например, вот таким вот образом передается, так, это у меня здесь subject, да, и, ну, пока пусть останется так, address to, здесь у меня тоже все просто, address to, это мой адрес админский, там, ну, допустим, colobongo.net, адрес from, это, так, это мой адрес моего робота, ну, он у меня обезличен, то есть, любой адрес, там, ноу, допустим, ноу, реплай, какой-нибудь, это у меня, jfax, да, ну, пусть будет, jfax.ru, ну, чтобы я знал, что это пришло именно с этого сайта, jfax.ru, ну, например, и таким образом получается, да, что у меня, я буду отправлять, new feedback notification, в конструктор проваливать только, контент, который был отправлен, а остальное система уже в базу положит, уже с предопределенными значениями, ну, единственное, что я здесь хочу написать, feedback, json, ой, что ж я пишу, то jfax.ru, ну, может быть, ну, да, наверное, так вот, jfax.ru, даже вот так вот можно написать, ну, и, в общем-то, получается, что для error, ну, то есть, для ошибки, мне нужно проделать практически то же самое, subject, ну, пусть у меня subject здесь не заполняется, чтобы было попроще, здесь я скажу, error, error, допустим, он, кто там, jfax.ru, дальше, контент у меня будет заполняться, address to, ну, соответственно, как вы понимаете, dev kolobonga.net, и address from no reply jfax.ru, ну, вот таким вот образом, это вот у меня будет работать. Другими словами, меня это упрощает создание экзепшенов, да, то есть создание этих сущностей, которые будут сохранены в базу данных, ну, которые имеют тип notification. Ну, и, как бы, наверное, пришло время это все уже запустить и попробовать. Давайте посмотрим, где мы это можем сделать. Есть сайт controller, в котором, допустим, на странице previous, давайте создадим, ну, во-первых, как, давайте сюда закинем mediator, i-mediator, это будет mediator, enter, в общем-то, теперь можно сказать new, давайте сразу тогда вот так вот, mediator, это у нас notification, значит, publish, new, ну, давайте error, нет, не viewmodel, error notification, и запятая, здесь напишем http context aborted, ну, это cancellation token, который нам, собственно говоря, не помешает, здесь напишем его, и здесь скажем, alt enter, и теперь у нас получается, что вот сюда нужно передать параметр, который, собственно, смотрите, я, видимо, что-то не доправил, да, я не удалил вот эти значения, которые мне здесь не нужны, мне нужно только контент, вот, и у меня осталось сюда или exception отправить, либо контент, который exception потом склеит, ну, давайте напишем privacy, ой, privacy, test for notification, exception не будем отправлять, в общем-то, вот к чему у меня сводится, логирование, если так можно сказать, с отправкой последующих этих мыл, ну, этих сообщений на адрес администратора, ну, вот как-то вот таким вот образом, так, давайте проверим, что у нас это работает, давайте запустим, отлично, у нас есть какая-то ошибка, наверное, интересная, а, нет, она не интересная, смотрите, я создал нитификацию, хендлер, и в него прокидываю, и в него прокидываю unit of work, но этот unit of work нигде не зарегистрировал, очень странно, давайте его зарегистрируем, это у нас находится в стартап, здесь вот эту штуку удалим, почистим грязь, и здесь напишем services, add unit of work, да, у меня такой почему-то нет, в application, db, контент, вот он, контекст, вернее, так, еще раз выделим, так, одно на карте, ну, значит, действительно не зарегистрирован, странно, но ладно, и так, давайте здесь, в бряку поставим, перед тем, как вызывать, и запустим, а еще, наверное, будет иметь смысл, так, давайте закроем, будет иметь смысл, поставить бряку, в хендлере, чтобы проверить, что у нас все работает, запускается сайт, и мы переходим в превеси, вот наш метод, я нажимаю F10, ой, в смысле F5, вот попадаю в тот самый хендлер, который как бы базовый, который для, собственно говоря, определенного типа нотификации, и как вы видите, это error, это данные, куда отправить, куда что доставить, и здесь мы что делаем, мы поиск там находим, экземпшен пусто, пропускаем, entity, сохраняем, save change, вот мы пришли в save change, метод, где у нас подставляется данный, давайте я бряку сниму, здесь у нас устанавливается, дата создания, время создания, кем было создано, если не помните, как это работает, пересмотрите предыдущие видео, и здесь у нас модифицированных нету записи, выходим, save change, дальше, save change у нас ок, и в общем-то, handler у нас создан, ну и теперь, наверное стоит, давайте остановим все это, и посмотрим в базе данных, так, у нас здесь, а теперь есть notification, F5, ну и как вы видите, этот самый notification, вот он попал в базу, с правильным заголовком, куда, чего отправить, во сколько создано, кем, ну мне кажется, это такой упрощенный вариант, создания вот этих самых, ну, нотификаций, так, ну что дальше, теперь примерно то же самое, мне нужно проделать, и для, так, я делал error, да, да, я делал error, ну давайте проверим, опять же, не просто error, а feedback, ну потом, когда у нас будет feedback, у нас это будет уже работать из коробки, feed, так, мне нужен контент, да, я здесь скажу, hello, your site is, working, например, good, ну, будет, thanks, ой, вот так вот, ну и давайте теперь, это еще раз дернем, уже без дебага, так, сайт запустился, все как бы отработало, здесь нажмем F5, у нас должно быть здесь уже, а у нас здесь ничего нет, очень странно, правда, а, наверное, я еще, потому что не переключился на страницу привиси, переключился, обновить, да, то есть, вот тот error добавился, который второй, и вот тот самый hello working, ну и в общем-то, у меня значение стоит по умолчанию, искри, is completed false, а когда у меня будет пробегать, вот этот вот, background worker, он будет отправлять пытаться, и при успешном, он будет ставить true, то есть, я потом смогу зайти на сайт, и удалить те, которые, в общем-то, мне не нужны будут, которые, уже как бы, будут отправлены, ну и таким образом получается, что, в общем-то, получается, да, так, на самом деле, что там дальше, давайте откроем, здесь у меня хэнтер готов, этот готов, этот готов, готов, в общем-то, тогда получается на сегодня все, это значит, что надо заканчивать, я с вами, в общем-то, прощаюсь, пишите правильный код, и до новых встреч, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...